Реконструкция Здравствуйте, дорогие коллеги, по интересу к искусству авангарда и вообще к отечественному искусству и культуре 20 века. Прежде чем что-то делать, я хочу с вами посоветоваться. Дело в том, что материал безразмерно большой и нужно понять рамки, которые нам сегодня удобны. Мне посчастливилось благодаря юбилею Кандинского, который состоялся в прошлом декабре. Василию Васильевичу исполнилось 150 лет. Сделать несколько, я считаю, положительных вещей. Во-первых, собрать очень большую, хотя и пеструю конференцию, совместную МГУ и РГГУ про его творчество. Во-вторых, мне, наконец, удалось заставить себя, а также и получить грант РГНФ и издать диссертацию, которую я защитил аж в 2003 году. Теперь это большая книга, а не просто электронный текст диссертации. Какие-то ее части могут быть суховаты, но в целом я писал этот текст ради того, чтобы он был читаем и интересен слушателям нашим. И, в общем, людям, которые воспринимают тексты не только как справку, но и как то, что звучит. В этой книге четыре главы, что и отражено в оглавлении. И одна единственная идея. Ответ на вопрос, как культурный молодой человек из хорошей интеллигентной купеческой семьи, окончивший, несмотря на все свое нежелание, юрфак МГУ, дошел до жизни такой. Кандинский сам неоднократно напирал на то, что он решился и в 30 лет решил стать художником. И почему-то для этого ему нужно было не поступить в училище живописи военезодчества, а он природный москвич, а уехать в Мюнхен. Все это начало великого духовного приключения, которое, собственно говоря, и обозначает, маркирует то, что он называет эпохой великой духовности. Она грядет, ее нужно приближать, ее нужно выразить в искусстве, и именно поэтому все должно быть по-иному. Не так, как было прежде в искусстве. Это очевидно и есть причина, по которой взрослый человек решил стать живописцем, а не живописец решил стать мыслителем. Здесь путь явно противоположный тому, что был, например, у Николая Константиновича Рериха. Но если говорить серьезно, то ведь и люди из разных эпох. Дело в том, что и Рерих, и другие художники тех или иных искусств авангарда, которые решили стать мыслителями, духовными учителями, они двигались от мелочи, от частного, к общему, к тому, что им казалось серьезнее, чем живопись или музыка. Я сюда искрябенно отношу. И многих других можно отнести, и не только из русских. Кандинский, несмотря на то, что он очень старый человек, он всего лишь на 6 лет моложе Чехова. Он родился в 1866 году. Так вот, несмотря на это, он созревал долго, но дозрел как духовная личность, как деятель культуры очень быстро, в 90-е годы, даже, я бы сказал, в конце 90-х. И у него все наоборот. Он от этого общего, то есть от идей о конце света и начале будущего, о преображении человечества и человеческой души, он идет к практике, которая ему кажется совершенно необходимым рабочим делом, то есть к духовному, как он бы сказал, искусству. Ведь, как известно, он и назвал свою главную книгу об искусстве как «О духовности в искусстве». Скажете, он не так написал. Я думаю, что он так анимечился в своих формулировках, что перевел слишком буквально. Потому что что значит «о духовном»? Нужно было бы по-человечески сказать «о духовном начале в искусстве» или как-то так. Но поскольку основной, самый длинный текст, как известно, немецкий, хотя был и русский, вот этот «Üбердас Гайстеге» так вот немножечко неуклюже вышло. Замечу, что ведь и потом, самая последняя из его книг называется «Чудно» по-немецки. Называется «Пункт ун Линии Цю Флэхе», что не очень понятно. Что-то вроде как «точка и линия к плоскости». Точка и линия по отношению к плоскости, наверное, должно было быть. Ну, как известно, русский перевод «точка и линия на плоскости». Так вот, Кандинский старался создать мир, который состоит из теории, очень яркой, огнедышащей, живой, увлекающей теорией нового искусства и его практики. Именно это я и постарался описать в четырех главах. Первая посвящена ярким, связанным с его мессианскими и утопическими, я бы даже сказал, эсхатологическими идеями, мотивах, таких как Москва, которая есть духовный город, Вагнер, который есть учитель и провозвестник, весьма далеких от Вагнера явлений, таких как предзакатный час в Москве. Перечитайте его книгу «Ступени», его, то есть Кандинского, конечно, а не Вагнера, и увидите, что это для него не шутка, а правда и так далее. Вторая глава посвящена тому, чем очень мало занимались на Западе и вообще практически не занимались у нас. Его огромным, я бы даже сказал, мучительным попыткам создать новую поэзию. Поэзию почти исключительно в прозе, но я считаю, что это, безусловно, поэзия на фоне поэтических экспериментов авангарда, литературного авангарда. Это огромное, очень заметное явление, и я надеюсь вас этой мыслью сегодня заразить. Третья глава посвящена еще более сложному эксперименту, из-за которого мы здесь собрались, Кандинского в области слова и еще и действа, его пьесам, его драматургии. И, наконец, когда я написал три главы, оказалось, что есть какой-то хвост, который никуда не девается. И так образовалась четвертое. Про личность, про человека. С одной стороны, про личность, которую надеется видеть в качестве спасителя человечества, про возвестника будущего Кандинский, а с другой стороны, та личность, которую в нем видят и недоброжелатели, и доброжелатели. И, к сожалению, выясняется, что доброжелатели все больше там, на Западе, а люди, которые считают, что они ничем не обязаны Кандинскому, что они сами до всего дошли. Это имеется в виду, конечно, предпослереволюционное поколение. Их слишком много здесь. Хочу напомнить, что Кандинский был, может быть, последний, а может и первый и последний, интеллигент русского авангардного искусства. Он, в отличие от очень умных и талантливых людей, таких как Александр Михайлович Родченко, он ведь тоже любил Вагнера. Он для себя был очень культурным. Но именно Родченко и его группа устроили такой скандал в Институте художественной культуры, что Кандинский ужаснулся, оскорбился и ушел из института, который он сам же основал. Так вот, в отличие от многих других умных и интеллектуальных людей, он всегда был порядочным человеком. И даже самые неприязненные люди никогда не смели этого отрицать. И к чему я это говорю? К тому, что, когда Кандинский занимался искусством, он считал, что это не для него и не для карьеры, а для всех. И у него есть очень откровенный монолог нищего, который на разные лады варьируется, ну, в разных пьесах. «Одинокий погибну», «Жив я для вас», «Еще до рождения», «Скольких я спас». Так вот, у него в книге «Ступени» есть саркастическое примечание о том, что удивительно, как быстро учреждения, основанные для искусства, в короткий срок превращаются в учреждения, направленные против искусства. Вот уж воистине у него опыт был. Он придумал новое художественное объединение Мюнхена. Его выгнали. Он придумал общество «Фаланга». Выгнали. Он придумал общество «Синий всадник». Его некому было выгонять. Только война. Не потому, что это были Франц Марк и Василий Кандинский. Кто что-то кого выгонит. Остальные присоединялись. Только это, но вскоре наступила война. И, наконец, третий раз, когда его выгнали из учреждения для искусства, которое он основал вот институт художественной культуры. Ну, если, конечно, не считать Баухаус и его закрытие во время нацистского правления в Германии. Так вот, все, что делал Кандинский, с одной стороны, пропитано одной очень простой идеей. Я считаю, что его концепция, хотя он много говорил, много писал, не все его правильно понимали. Она сильна, потому что она очень простая. Я даже без всякой презентации, которую собрался вам показать, готов вам ее изложить или найду там где-то эту коротенькую цитатку. С другой стороны, сила его в том, что он работает всегда для всех. Попросту говоря, для человечества. Он всегда деликатно дистанцируется от того, кто спасет человечество. но немножко подразумевается, что каждый художник это человечество спасает. Вот обо всем об этом книга, обо всем об этом его творчество и обо всем об этом его вне художественной проекты. Еще одно дело, которое удалось сделать в юбилейном году и весьма неожиданно как-то взялось издать Кучково-Поле и за два месяца издало готовый макет. Это издать по-русски наконец единственный созданный им прижизненный сборник стихов и гравюр. Знаменитый, очень дорогой, он стоил целых 30 рейхсмарок в издательстве Пипера, альбом Кленге, который теперь называется также и Звуки. Дело в том, что на самом деле Кандинский был сначала русский, а потом европейц и стал быть немец. Он мечтал издать эту книгу еще в 1910 году в Одессе. Он обрадовался, что Владимир Издевский открыл некий салон, художественное предприятие, но оно недолго просуществовало. И вот вам артефакт. Издевите подожди. Это дискис обрушки или переборки на альбом звуки. Это титул для лица альбома звука? Не могу. У меня кто для руки? И это одна из акварелей, которые должны были войти в качестве гравюр уже в этот альбом звуки. Одесса, 10-й год. И очень красивый черно-белый лист, возможно финальный. Здесь всадник, прыгающий через препятствия, дерево, в котором что-то вроде цветка рисуется, и люди в лодке с веслами. Это его намек на потоп, на страшный суд. Так вот, поскольку кандинский часть текстов писал и по-немецки, и по-русски параллельно, они, слава Богу, сюда и вошли. Но часть пришлось перевести с немецкого, соответственно, не в оригинале, но все там в послесловии моем указано. Этот альбом аутентичен по оформлению. мой замечательный друг, вообще-то говоря, IT-специалист, но также и типограф, дилетант Сергей Егоров так заинтересовался тем, как сделаны оригинальные здания, а дизайн, конечно, был под руководством Кандинского сделан. Тем больше, что Кандинский по типографскому деле понимал. До уезда из Москвы он год или два проработал так называемым художественным директором Кушнеревской типографии Красного Пролетария, недалеко отсюда. Так вот, Сергей сделал шрифт максимально близкий к тому типу «Акциденс гротеск», который использован в оригинальном издании. Так что здесь не только воспроизведены гравюры, не только воспроизведен макет, но и воспроизведено начертание шрифта настолько, насколько это было возможно. Еще я, конечно, могла бы быть бумагой чуточку желтой, но это очень было дорого, а вот перепрыг очень похож, чуть-чуть, конечно, гуляют тона по сравнению с тем, он именно такой и был, тканевый корешок и крытье фиолетовой бумагой, фиолетовой, которая для него такой важный и печальный цвет. Здесь угадывается весельная лодка и тройка, которая перескакивает через препятствие и что-то в этом роде, вон она, тройка, на напечатке задней сторонки переплета. я вам потом дам полистать, но сейчас они мне самому нужны. Хорошо? Подержу у себя. Посоветоваться я хочу вот о чем. Кто такой Кандинский и чем он интересен, мы и так знаем. Можно обойтись без этих вступительных объяснений? Да. Очень хорошо. Тогда с вашего позволения я перейду к вот этой таблице. Я лично отношусь к тексту Кандинского с глубокой серьезностью. Да простят мне поклонники Казимира Севериновича Малевича, но тексты поэтического склада Малевича и тексты поэтического склада Кандинского совершенно даже это явление разного порядка. То какие-то рассмышления и импульсивные слова, ну в общем примерно такие же мало художественные, как большинство многочисленных фраз в его теоретических книгах. Кандинский старался всем заниматься по-настоящему и всерьез, в том числе и словом. И он так глубоко ушел в тексты параллельно стихотворные и драматические, потому что он был человеком гениального синтетизма. Дело в том, что он хоть и один из первых художников авангарда вообще и радикального авангарда уже сохраняет неразрывную связь с тем, что мы называем символизмом. Вся теория искусства Кандинского символистична. Если вы позволите, я вам ее напомню. Можно? Это можно? Да или нет? Спасибо. В книге о духовном искусстве, так же, как и в замечательном, очень сжатом, насыщенном тексте кельнская лекция, которую мне выпало удовольствие переводить для его двухтомника собрание сочинений, Кандинский объясняет задачи нового искусства так. Во-первых, грядет эпоха великой духовности, которая есть то ли духовная, то ли вполне материальная катастрофа, но главное, что в духовном отношении мир должен как-то умереть и возродиться. Он настаивает на том, что это не конец ни в коей степени человечества. Но раз грядет новая эпоха, это эпоха счастья и гармонии. Он прямо ссылается, он человек очень простой, хотя вроде бы и несколько мистически настроен. было же первое откровение, то есть явление Бога Моисея на Синае. Было второе откровение, сошествие Христа в материальный мир. И обещано третье откровение после тысячелетнего царства, когда Святой Дух сойдет и будет обитать с людьми. Ну а как же могут люди обитать со Святым Духом, если они к этому не готовы? Вы понимаете, что этот нехитрый дискурс он продиктован еще и чтением Блаватской, чего тоже Кандинский совершенно не отрицал. Он глубоко попереживал по поводу теософии, он даже ездил, по-видимому, в Берлин послушать лекции Штайнера, ну правда один раз, тогда еще не было разрыва антропософов и теософов, и читал, конспектировал, заинтересовался тем, что называют мыслеформами, но теософом не стал. Он отмечает теософию как большое духовное явление, все-таки большое, вот о духовном искусстве. Так вот, раз такое дело необходимо, то его должен сделать художник, художник, который должен создать новую форму и, соответственно, новое содержание. Кандинский пишет, что мир звучит, это тоже очень простая зельм вибрационно, духовная вибрация, это разговоры спиритов, это самые простые, ну как бы сказать, рассуждения о каком-то невидимом духовном мире, который имеет связь с материальным миром. Так вот, он говорит, что эти звуки беспорядочно, он любит такие красочные словца, кашеобразно отзываются в душе человека. Повелительно нужна сила, которая бы выстроила их в гармонию. Эта сила, то есть человек такой, который обладает такой силой, художник, выстроенный в гармонию, эти звуки настраивают душу на гармонию и вот эту самую подготовленность к новой великой эпохе и новой жизни. Это и есть новое искусство. Вся, в этом вся теория искусства Кандинского. Как видите, в простоте и последовательности ей отказать нельзя. Из этого следует другая, очень сложная работа над художественной формой, той, которая реально существует. В чем тут сложность? Дело в том, что никто не знает, и Кандинский не знает, а как преобразить форму с одной стороны, а с другой стороны, как уйти от проклятия материального сюжета и перевести все в план духовных, субстанциональных переживаний. И здесь он верный символист, он любит больше всего эксперименты Вагнера, хотя в одной из статей трогательным образом Вагнера ругает за непосредственным вагнеризм. Вагнер хотел соединять искусство вместо того, чтобы соединять аффекты, которые происходят от средств разных искусств. Так вот, начиная с этого и продолжая своим путем, Кандинский высвободит из сюжета и предмета то, что можно назвать вагнеровским словом лейтмотив. Например, мотив трехсадников, мотив тройки, которая перепрыгивает через дугу, через какую-то черную неприятную дугу и это, конечно, символ преодоления. Весельная лодка, которая присутствует в больших, развернутых, очень страшных сценах конца света в виде потопа. Замок, а точнее Кремль, такой обобщенный Кремль на горе. Еще опять-таки среди бушующих волн. Его обычно специалисты связывают с так называемым духовным городом, о котором Кандинский сам пишет в качестве образа. И так далее. И вот с этими-то уменьшенными, превращенными иногда в запятую, в мазок краски лейтмотивами, он напряженно работает. Кандинский надеется создать композицию из таких полурастворенных намеков на емкие и важные, ну, скажем так, материи, на емкие и важные предметы и сюжеты. И в композиции недаром он пишет, что счастьем жизни ему оказалось написать композицию с большой буквы. Они и есть такие вот симфонии полурастворенных, полуматериальных и полудуховных объектов, которые сложно координированы. Если вам интересно, как он это сам интерпретирует, я вам скажу, что сюжеты свои он никогда не пояснял, никогда, он бы попыткой этого не сказал. Очевидно, что он считал, что сразу все уничтожается, что это должно быть воспринято более тонкими способами, чем изложение сюжета. Понимаете меня, как я его понимаю? С другой стороны, он пять раз решился написать очерки о своих картинах, причем картинах крупных и известных, в том числе композиции 6. И там он описывает не сюжеты, а эффекты, которые, по его мнению, они эти картины производят. И он пишет, в частности, что в композиции 6 есть такой-то вот центр, он глухой, жесткий, но главное-то не этот центр, а белый, который в другой части картины находится, и он вспенивает, и как будто парит перед картиной. И вот на таком уровне уже метафизических, уже художественных переживаний, он и старается говорить с нами. Понимаете, какое дело? Не опускаясь до пересказа. И он последовательно об этом от начала до конца. так вот, в словесном искусстве его эксперимент принимает формы более, я бы сказал, мучительные. Почему мучительные? Во-первых, он не филолог и не поэт по происхождению. Во-вторых, здесь лейтмотив не очень-то работает. Как это так? Да? Он пытается выстраивать какие-то обломки, фраз, намеки и так далее. Получается, не очень. И тогда он в общем-то стихийным порядком, я считаю, что в этом его огромный талант, даже гениальность теоретическая, практическая, творческая, он приходит к тому, к чему приходят наши заумники. В сущности говоря, то, что он объясняет в качестве основы для словесного творчества, полностью соответствует тому, что известно нам по теории заумного языка Хлебникова и Крученых. Кандинский в одной из статей, которая, кстати, в России до сих пор не опубликована, я надеюсь в ближайшее время издать просто-напросто все его литературные и драматические сочинения книжечкой. Вы как, одобряете? А впрочем, вы еще не можете сказать, потому что я вам ничего не показал, не прочитал. Потом решим. Голосование можем объявить, издавать, не издавать. Так вот, он пишет так, значит, какой-то, я не помню, там цветок, дерево, которое метется ветром, сильный большой человек, который плачет над чем-то. Все это мы называем разными словами, но можно выразить это одним звуком, эээ. и вот если уметь свести это к одному звуку, в котором такая огромная емкость содержания, то будет, мол, лучше. Но сами понимаете, что эта теория такая же уязвимая, такая же, я бы сказал, безнадежная, как и теория крученых. Это можно один раз сделать и какой-то значительности этому придать, но воспроизвести это нельзя. Недаром же за умный язык дальше круга, ну, от крученых до Малевича не пошел. Кандинский балансирует на грани абсурда, а поскольку он человек, то западный, ведь он 23 года, весь самый высокий творческий период прожил за границей, только иногда, наезжая в Москву и Петербург. Он чувствует гротеск, мерзость буржуазности, какие-то нелепые котелки, какие-то нелепые лысины, в которых отражается весеннее неба и так далее, и так далее. И он смешивает все это в очень сложные составы. Вот они-то и есть эти результаты, его словесные и драматические произведения. Так понятно я вылепливаю? Или не очень? Не очень. Хорошо. Так вот, я считаю, что Кандинский экспериментировал очень последовательно. И вот у меня есть даже целые семь этапов, которые можно выделить и определить в его словесных литературных поисках. Первое. Поиск символических форм, и это именно поиск. Сейчас покажу примеры. Второе. Формирование лейтмотивов и их сочетаний. Третье. Сюжетная композиция, которая срастается из этих лейтмотивов. Все это более или менее одновременно происходило, эти опыты. Четвертое. Композиция из символических и экспрессивных лейтмотивов. Уже прибавка элементов абсурда. В пьесе «Желтый звук» это в полной мере осуществлено. Пятое. Охлаждение сюжетного содержания. Дело в том, что начиная примерно с предвоенного 2014 года он начал говорить о том, что за великой холодностью скрывает себя максимально горячая трагедия. И он пытается доказать, что охлаждение, засушивание формы это прием. Иногда это выглядит довольно утомительно и не всегда ему веришь, но вот он так это нам объясняет. И объясняет вплоть до 30-х годов 20-го века. И здесь самое грандиозное значение имеют уже не стихотворные тексты, потому что стихи после 2014 года он очень мало пишет, а громадная пьеса, которую он долго мучительно писал, переписывал и так и не опубликовал. Она называется в русском варианте фиолетовая занавесь, ну а в немецком фиолет, фиолетовая. Она закончена где-то около 26-го года в эпоху Баухауза и в ней вот этого охлаждения очень-очень много. Шестой этап экспрессивной гротески мотива безнадежности тоже поздний период и наконец ретроспекция и напоминание о том, что духовный мир я бы сказал все-таки существует. Это небольшое количество поэтических текстов 20-х и 30-х годов. Вот вам пожалуйста то стихотворение, которое стало монологом нищего в двух вариантах в ранней пьесе и потом в желтом звуке. Слышится с левой из групп жалованный голос нищего. Я больной, я убогий, встать не могу, еще до рождения согнут я в дугу, свет солнца не вижу, свет не угас, еще до рождения лишился я глаз, одинокий погибну, жив я для вас, еще до рождения многих я спас. Для того, чтобы смягчить пафос в одном из вариантов, он утверждает, что это гнусавый голос, нараспев и так далее. Он тоже пытается из этого мессианского мотива сделать лейтмотив. То, что я вам здесь показываю, это к великому сожалению не сохранившаяся картина кандинского под названием набат. Сохранилась только вот эта фотография. Как видите, гротеска здесь хоть отбарки. Это седьмой год. Вот пример с находкой, я бы сказал, символических, символических форм. Стихотворение пейзаж, которое написано по-русски для первого варианта альбома звуки. Пейзаж. По-твоему, озеро серебряное? Оно не серебряное. Оно мокрое. Смотри, вон его мокрую воду пьет барашек. Лучше бы он не пил. Не стоит. Вон уж идет мясник с большим, с большим ножом. Он уж его ищет. Он его найдет. Невозможно, чтобы он его не нашел. И к чему он еще пьет? Или может быть совершенно необходимо, чтобы он попил еще раз? Это так по-твоему? Но по-твоему и озеро серебряное? Другой озеро серебряное и длинные, длинные тягучие облака, блуждающие по небу лиловые дороги. А большие горы там позади, спящие чудовища, покрытые старыми, заплесневелыми и стертыми шкурами. и большое молчание, громкая речь. Разве слезы драгоценной жемчужины, что ты боишься их растерять? Когда я говорю о формировании лейтмотивов, я имею в виду цельные и повторяющиеся образы, такие как звук, который материален, в данном случае звуки как комья ударяются в пол, неприятные сказки, которые приобретают бездуховные предметы, вроде лица, которое мерещится герою, и вот эти длинные, тягучие, ну скажем так, распевы на эти темы. Вот это стихотворение, написанное вначале по-русски. Вечер. Лампа с зеленым абажуром мне говорит «Жди, жди». Я думаю «Чего мне ждать?» А она мне зеленая показывает и говорит «Надейся». Издали через дверные щели и через жесткое дерево и через жесткий камень входят ко мне в комнату звуки. Тут они говорят со мной. Они говорят что-то навязчиво и с напором. Иногда слышу ясно чистота. Серое узкое серо-зеленое лицо с тяжелым носом уже давно передо мной смотрит на меня, если я этого даже не вижу белосерыми глазами. через пол снизу хочет ко мне пробраться ворваться глухой деревянный животный смех. Каждые полминуты он струится о пол сердится потому что не может войти. Я ближе придвигаюсь к лицу оно усмехается а глаза у него совсем сонные и мутные я его немножко боюсь но зашли для себя и смотрю прямо в глаза которые быть может делаются все мутнее звуки входят падают и спотыкаются из колокольни падают тоже звуки как толстые лопающиеся нахальные комья внизу все еще смеются соседи люди зачем зачем было тобой вчера сказано то слово вот сюжетная композиция в которой много наивного но есть и я бы сказал сильный сугестивный образ давайте прочитаем вместе и вы сами выскажите потом свое суждение вода по желтому песку шел маленький тоненький красный человек он нет-нет да поскользнется казалось что он идет по льду а это был желтый песок безграничной равнины время от времени говорил вода синяя вода и сам не понимал зачем он это говорит одетый в зеленое платье со складками бешено пронесся мимо него всадник на желтой лошади зеленый всадник натянул твой толстый белый лук повернулся в седле и спустил стрелу в красного стрела завыла будто кто-то заплакал и захотела протиснуться в сердце красного человека красный человек взял ее в последний миг рукою и бросил в сторону зеленый всадник усмехнулся пригнулся совсем к шее желтой лошади и исчез вдали красный же человек стал больше ростом и шаг его стал тверже вода простите синяя вода сказал он он пошел дальше и песок стал образовывать и твердые холмы которые были серы чем дальше тем были холмы тверже серее выше пока наконец пошли скалы и он должен был протискиваться среди скал так как он не мог ни остановиться ни повернуть назад нельзя повернуть назад когда он подходил острой скале то заметил что присевший поверху ее белый человек хочет на него сбросить большой серый обломок назад нельзя было повернуть надо было непременно в узкий проход он и пошел как раз когда он проходил под этой скалой тот человек там наверху с сопением дал последний толчок и обломок упал на красного человека он подхватил плечом и отшвырнул себе за спину белый человек наверху усмехнулся и кивнул дружелюбно головой красный же человек стал еще больше то есть еще выше вода вода сказал он проход между скалами делался все шире пока наконец не начались очень опять плоские дюны которые становились еще площадь и еще площадь так что их и вообще не стало а только опять равнина хочу спросить вашего ощущения это поэти или это просто рифма влево нет есть что-то в этом или нет скорее есть простите точек из киолинской лекции где кандинский говорит о том что не абстрактна его живопись а живопись субстанциональная что все это растворено но не до конца вот в этом-то вся и суть наиболее знаменитым стихотворением которое у кандинского есть стихотворение которое он поместил в качестве эпиграфа в русском издании своей автобиографической книги она по-русски называется ступени это стихотворение видеть я привожу его есть два авторских русских варианта помимо немецкого изначального я привожу ну в наиболее что ли справном видеть синий синий поднималась поднималась и падала острая тонкая свистела и втыкалась но не протыкала во всех углах загремела густо-коричневая повисла будто на все времена будто будто шире расставь руки шире шире и лицо твое прикрой красным платком и может быть оно еще вовсе не сдвинулось сдвинулся только ты сам белый скачок за белым скачком и за этим белым скачком опять скачок и в этом белом скачке белый скачок в каждом белом скачке белый скачок вот это плохо что ты не видишь мутное в мутном то оно и сидит отсюда все и начинается треснуло мне кажется что то что было прежде в прежних показанных этих экспериментом с расположением слов теперь вы видите что здесь появилась музыка и драма это лицо закрытое красным платком чтобы лучше видеть эти скачи которые нужно пережить и совершить прорваться через нечто ту самую грань невидимую и духовную но вязкую и тяжелую которую Кандинский воспевает во множестве своих текстов и полторы строчки отточий так у него оригинале треснуло вот я бы сказал мистическое собеседование с абсурдным мотивом оно называется пестрый лук оно существует и в немецком варианте на лугу на котором не было травы но были только цветы цветы необыкновенно пестрые сидело в ниточку пестрый лук шестой стоял в стороне первый сказал крепка крыша крепка после некоторого времени второй не трогайте не трогайте я вспотел я потею да и потом третий не через стену нет простите не через стену не через стену нет а четвертый зреющий плод после долгого молчания пятый закричал резким голосом разбудите его сделайте его глаза большими ведь с горы катится камень 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 с горы катится вниз сделайте его шипадными сделайте его глаза большими сделайте ноги длинными 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 ноги шестой стоявший в стороне крикнул коротко и сильно молчание вот типичное для гротескных мотивов кандинского крошечное стихотворение в прозе которое существует только по-немецки форфрюлюнг ранняя весна мужчина на улице снял с себя шляпу я увидел белые с черным жесткие напомаженные на пробор вправо и влево волосы другой мужчина снял шляпу я увидел большую слегка розовую слегка блестящую лысину с синеватым отцветом посмотрели друг на друга показали друг другу свои кривые серовато-желтоватые зубы с пломбами это все и вот вам пример из фиолетового занавеса это седьмая картина в которой лакеи маются со столом а мужчина приличный из общества мается с женщиной из общества ну вы сами посмотрите на эти маяту глазами хорошо и скажите когда можем пролистать дальше ну нас все прочитать долго будет ну короче говоря туда-сюда носят стол трубочист указывает лакеем и так далее вот а это финал всего этого подготовительного как бы сказать ну нам глаза отводят да что вот нелепость материальное все пустое и неудобное мужчина в цилиндре задумчиво входит справа дама декольте также задумчиво слева они становятся друг подле друга стоят смотрят то в публику то по сторонам оба сразу отрывятся смеются уткнувшись в платки потом сразу став серьезными почти нахмуренными глядят вниз перед собою мужчина очень определенно тьфу быстро уходит направо дама высоко подняв плечи с чувством продолжительности в платок подбирает шлейф и мелкими шажками убегает налево пауза 10 секунд детский голос за сценой громко вау вау пять копеек пятачок вау грядущий вау пятачок очень ясно самый новейший грядущий вау постепенно темнее то интеллект соли темно то пауза пять секунд женский голос за сценой громко изумленно несколько испуганных аааааа Конец Таков конец у этой пьесы. Так вот, там как раз поется примерно так, хор. Эх и славно провалился вал, Эх чудеснейший провал, Эх напрасно утекла от нас река, Эх готовит новую незримая рука. Как видите, это трагедия. Та самая искаженная, даже не охлажденная, искаженная трагедия, которой так много в его литературном творчестве. И которую, заметьте, очень трудно почувствовать в творчестве изобразительном. Это разные сферы, совершенно разные. Поглядите, вот неиспорченная композиция, акварель, которая сделана для альбома «Звуки». Испорчена кавюра, ксилография цветная по ней. Какие-то кусочки дерева оставлены на фоне, чтобы было неясно, неясностью ясно то, что хочет показать Кандинский. То есть потоп и страшный суд. По моему ощущению, тогда мною совершенно не сознававшемуся, наивысшая трагедия скрывает себя под наибольшей холодностью. То есть я увидел, что наибольшая холодность и есть наивысшая трагедия. Это та космическая трагедия, в которой человеческий элемент представляет всего лишь один из звуков, только один голос, а фокус перенесен в сферу, достигающую божественного начала. Так он объяснил свои задачи в 1913 году. И вот один из жутковатых текстов, который он написал в предчувствии мировой катастрофы весной 1914 года. Эти листочки, которые хранятся в центре Помпиду, настолько нервно написаны, что не все мне удалось разобрать. Ну, тут-то все удалось. А немецкие, там есть и русские, и немецкие тексты, я просто ничего не мог сделать. Это страшно. Видно, что человек был в тяжелейшем нервном состоянии. Эта нервность, это только маленькая часть той страшной стихии, исключающей все стихии кривого зеркала, которое в самих текстах. Зимний сон. С определенной точностью, с точной определенностью, как снежинка, с подъемом и жалостью, беззвучно звуча, как медная труба в безвоздушности, так подошлось небо, пепельно-серое облако. Которые были немного приподняты давлением воздуха. Средина вниз вдавлена давлением как раз в центре сидящего, серого как мышь слона. Он сидел спокойно и вдумчиво, подпирал голову, свою голову хоботом, свою голову хоботом, свою. В воздухе пахло слегка хлороформом, а через коричневое болото брела усталым шагом вороная худоребрая лошадь с одним единственным белым пятном спереди слева у лопатки. А как раз в средине его была маленькая ранка, крошечная. Вокруг лошади прыгал кролик. Он водил своим мокрым носом во все стороны и часто скалились сквозь расщепленную губу длинные, желтые зубы. Тубу! 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 Из маленького, круглого, темно-зеленого прудика вылетела ярко-зеленая лягушка, как вылетает абельсинная косточка. Если сжать ее сильно, сильно двумя пальцами. Лягушка летела быстро кверху и делалась все больше. Сначала полет ее звучал, как комариный писк. Делался, однако, постоянно и быстро, быстро, все толще. Он возвращался в глубину обратно. Когда лягушка стигла облаков и, подобно огромному зеленому солнцу, полнеба закрыла, был звук полета, как набат. Звук полета, 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 лета, та. Долой! Корень! О, блаженная мушка! Милая, милая мушка! Мне вспоминается очень поучительный момент из жизни Анны Андреевны Горенко Ахматовой, когда ее мама, которая была, как известно, очень простая женщина, впервые увидела ее стихи. Она заплакала и сказала, «Я не знаю, что все это значит, но я знаю, что моей девочке плохо». Мне кажется, что здесь это плохо возведено в степень сложнейшего, я бы сказал, постфагнеровского искусства. И вот еще более жуткое стихотворение из этих неизданных листков, которые, по-видимому, Кандинский собирался назвать «Цветы без запаха». Тысячи червей подставляли испорченные слова ввысь, деланию, я не понял. Они подчинялись со слезами новому порядку. Так двигаются многие парами направо-налево, а также вверх и вниз. Длинными колбасообразными массами ползут многие к шару. Длинными сосискообразными массами умеют многие другие, многие круги образовывать в воздухе и хватать некоторое нужное. Опять же, не столь многие дорожат комками и отмеривают время ударами. А другие не столь многие мелят мешкообразно благодарную пищу. Это они делают с любовью. Им все равно, что они образуют. Куда ведет их сжато новый порядок? Венец ли это или тюрьма? Недаром гротесные образы Кандинского времен, я бы сказал, стадии экспериментов, соответствующих этим цветам без запаха, такие псевдо и жутко, я бы сказал, неорусские. Он очень был начитанный. И уже в эмиграции, в 20-е годы, он сначала списался, а потом очень крепко подружился. Представляете, с кем? С Алексеем Михайловичем Ремезовым. Кандинский сделал 9 рисунков для страшных сказочек Ремезова. Эта книга не была издана при их жизни. Она издана в Париже только лет 15 назад. И вот эта параллель, два колдуна слова, одни из которых таким было осталось навсегда, а другой, ну скажем так, был какой-то большой и мучительный момент. И вот эта вот встреча поистине знаменательна. Потому что речь идет об очень серьезных поисках сосудов Кандинского, а не Ремезова. Ремезов уже себя нашел. Вот один из этих рисунков, в данном случае к рассказу «Красная капуста». Они выполнены примерно в 1923 году. Более того, они переписывались долго-долго относительно своих проектов. Еще в 30-е годы Кандинский говорил о том, что они издадут книгу Ремезова под названием «То ли сны, то ли что-то в этом роде». Ну вот пример. Это ехиния, какая-то змея, которая в воображении и во сне вырастает из червяка. И вот явно что-то вроде зубов и пасти, которую изобразил, казалось бы, абстракт Макандинский. Поздние, как я уже сказал, тексты довольно ретерспективные и ностальгические. Их очень мало. Даже, я бы сказал, им можно пренебречь. И перейти к тому, что составляет аэтическое творчество. Здесь история параллельная тому, что он делал в слове. Такая же длинная. Примерно в 1907-1908 году он начал, что называется, морать бумагу. Он пишет крошечные пьески за пьесами. Не доканчивает их, как правило. В конце концов, он сделал что-то из четырех пьесок эпилога, что исследователи, условно, называют тетралогией. Потом он их переработал и получился желтый звук. Единственное и, может, существующее его драматическое произведение, ибо оно было для всех напечатано в альманахе «Синий всадник». Напечатано с странным, как бы абсурдистским изобразительным рядом. Потому что, по-моему, вообще нет произведений Кандинского в этих иллюстрациях, зато есть какие-то тайские лупки, ну, Теневого театра виноваты, да, фигуры, русские лупки из его собрания, конечно, примитивные литографии. В общем, какой-то странный материал, который, по-видимому, должен комментировать те события, которые стоят за. Тем, что происходит. Он закончил его, ну, незадолго до публикации «В синем всаднике», то есть году в 12-м, и очень скоро, видимо, он начал писать эту более длинную, очень мучительную, сложную композицию, которой он даже сделал набор эскизов, набор сценографических решений, чего не было для «Желтого звука». В чем заключаются сюжеты его, его пьес и отдельных фрагментов. Это все соединения каких-то простейших или даже вульгарных событий, ну, вроде каких-то непонятных встреч, людей, которые друг друга не узнают, удивляются и так далее, и духовных событий. Чаще всего это встреча, ну, скажем так, обычного человека с чем-то непонятным и необычным, или преображения. Например, в одной из сцен летят по небу, пролетают существа, похожие, красные существа, похожие на птиц, и в процессе полета более похожими на людей. Ну, вот из этой ремарки понятно, почему Кандинский даже не пытался никогда поставить свои пьесы на сцене. Это такой континуум, который может быть только в воображении или описован мультипликацией и так далее. Кстати, встречал его упоминание, что во времена Баухауза он с кем-то, ну, так, поговаривал, что вот, может быть, сделать мультфильм, ну, анимационный фильм, да, по какой-то из его пьес. Но у него были довольно большие возможности во времена Баухауза в Дессау. Единственное, что он сделал для театра, это очень интересное, но гораздо более простая по сюжету, постановка, абстрактная, лето на картинке с выставки Мусоргского Равеля. Ну вот, и, соответственно, из этого сплетения рождается всегда катастрофа и ее преодоление. В фиолетовом была, ну, как бы сказать, вот я уже показал фиолетового, потом он ослабил и переделал последнюю сцену, да и, собственно, и по всему прошелся, чтобы это было более абсурдно, смешно, не по-настоящему и так далее. Но с желтым звуком он этого не делал. Поэтому сюжет «Желтого звука» через все шесть сцен пройти такой. На сцене люди в разных, в том числе, русских одеждах, им плохо, они мечутся, они освещаются, они даже падают. Там фигурирует пять великанов, которые относятся сочувственно к этим людям, хотя стоят в стороне. Там вырастает цветок, который даже весело машет леском. это все очень по-детски придумано. Он сначала назвал пьесу «Желтый цветок». Потом какой-то серый цвет, какие-то серые люди наползают, и он завидает, а потом его все-таки как-то оживляют. И финальная сцена такая, что люди мечутся, мучаются, падают на сцену, и тогда один из великанов начинает расти, вот именно, как Кандинский сказал в другом месте, «Расти в росте». И делает вот такое движение. Он освещен желтым светом, он становится и когда фигура его делается, пишет Кандинский, наконец, совсем крестообразной, все, черный и занавес. Понимаете, какое дело? К этой пьесе он получил только наброски музыки, которая должна была быть, конечно, не музыкой, а таким сонорно-шумовым рядом от своего друга, ну, скромную, я бы сказал, подарованием композитора московского немца Фомы Александровича Гартмана. Именно наброски. Американский музыковед их реконструировал, и именно эту партитуру для оркестра даже мы услышим в постановке. Что касается постановки, то я счастлив показать вам интересное театральное событие. Как раз, когда я готовил конференцию, со мной вышла на связь приинтересная, я бы сказал, такая взрослая девушка, такая худенькая, очень подвижная. Ее звать Сесилия Стинтон. Она искусствовед и, я бы сказал, театральный такой вот человек, режиссер. она является, я не помню, аспирантом, если я скажу, преподавателем на университетском колледже в Лондоне. И она исследует, как это было, ставит потихонечку, ну скажем так, пьесы десятых годов, авангардные преимущественно. Вот она поставила, и чужой был балетмейстер, соответственно, это профессион, ну вернее, все студенты, все лондонские студенты. И на сцене, и сценографы, и, соответственно, музыканты. Был швейцарец-хореограф, ну и вот, соответственно, общее руководство ее. Пока я с ней переговаривался, пока она мне передавала эту пленку, она уже успела, пусть там в сукнах, очень простенько, но сделать непоставленный балет с оформлением Гончаровой литургии. Я надеюсь, что мы ее когда-нибудь в Москве сюда притянем, увидим, и что-нибудь такое интересное сделаем. Напоследок, хочу высказать свою мечту. Мне бы хотелось устроить вот такой театральный, что ли, интеллектуальный фестиваль театра вокруг до около Серебряного века авангарда с реконструкцией. Может, это потребует 2-3 года работы, конечно, привлечения и финансирования, обязательно, международное, что вот люди разные приехали, но я считаю, что это может быть шикарно, и это могло быть прокатано в нескольких городах мира, таких умных, как Москва, Париж, Лондон и так далее. А вы как считаете? Да или нет? Спасибо. Ну что же, представьте. Спектакль этот длится, думаю, что в длительности там неплохо рассчитаны, где-то 45-48 минут. Ну, все остальное говорит, я думаю, само за себя. Сейчас все увидите. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 оно представляет если бы видели я с охотой повторил цитатах эти строчки какие он сложные письма писал гардману что вот тут значит вот пафоса подпустить сентиментальность а потом вдруг пошлость гнусность он даже пишет а тут определенно от буквально в нос ткнуть то есть такой звукоряд что явно ну вот он бы он бы должен был сам написать я думаю что именно поэтому кроме публикации желтого звука в синем всаднике никаких попыток довести до реализации этих экспериментов у него не было словом я вот так сказал живопись это самое очевидное и близкое к пониманию людей при всей сложности при всей сложности стихи в прозе подальше но все-таки это цельные литые я бы сказал в разумительное произведение искусства и самое сложное растянутое экспериментальное искусство именно эти драмы звукодрамы цвета драмы и так далее мне кажется что когда будет издан сборник с основными то что есть много потеркушек проб текстами драматическими кандинского можно будет подбить каких-то ответственных театральных людей сделать не самодельное что-то уже был опыт давно по моему 1884 году не знаю кто это придумал кто был инициатор взяли дело в том что есть русский вариант желтого звука есть экземпляр который хранится пром в ргады есть вам который в ленинке вот и сделали спектакль театра пластической драмы гедриса мацкевича на музыку шнитке я видел эту запись может кто-то из вас видел там от кандинского только название желтый звук не сюжета там нет такого но музыка естественно тоже просто современного хотя и замечательного автора я бы очень был рад увидеть максимально точную постановку и фиолетовые занавеси я считаю что кандинский всем своим опытом всеми своими страданиями на литературные драматическое не заслужил того чтобы мы увидели и уже высказали суждение о живом спектакле а вы как думаете вообще стоит издавать сборник или бросить на его а вот теперь просто кандинского вопросы как смогу отвечу и камни вопросы да все есть у него текстов то ведь не очень много там там больше действия ну например в одной из картин у них все-таки и средств не очень много что все все отрисовать как кандинский описал и и заметьте эскизов то нет к этой песен да то есть это все-таки гадание соответственно там много действия много хора который где-то там воет что-то поет и так чтобы нужно очень больше чтобы непонятно было источник звука где да то есть такое обезличенное вокализирование ну вот а сцены например такие видно как он пишет капелла то есть какая-то часовня колокол сидит ребенок в рубашонке выходит какой-то странный человек вот ребенок дергает за веревку на отрезанный звук колокола а потом человек кричит что-то вроде молчания вот все содержание но это длится минут пять понимаете какое дело так что это размазано по событию эти тексты этот сюжет в этом-то и трудность в этом-то и экспериментальность этого произведения ну для театра как я ее понимаю вот какие еще будут вопросы так я обещал они сделал полистать хотите ну сейчас конечно вот не одна рука свободная если кому-то захочется с этими книгами познакомиться так сказать плотнее дома у обоих издательств есть свои сайты есть продажи книг это издательство буксмарт который издает много книг по грантам ну прежде всего ргнф теперь рфф и соответственно у них она продается дешевле чем в магазинах на альбом звуки издала издательство кучково поле крупное известное соответственно и у них она тоже она тоже есть какие будут вопросы дорогие так все-таки ваш вердикт стоит популяризировать литературное творчество кандинского или ты не творчество забыть о нем нужно так так или так а мне кажется что это не совсем дополнение я тоже так думал в начале в том-то и дело что вы видите что работает в несколько другом да коллега сказал что дополнение к его картинам а мне кажется что это больше чем дополнение поглядите когда он пишет эти тексты он задействует и другие литмотивы которых в то есть вот этот личностная тоска и так далее до которых нет картинах это другие картины это тоже картины при помощи звука и визуально каких-то образов и ритмов но они в том-то интерес что они не просто иллюстрируют скажем даже видеть не совсем соответствует тому что можно в его визуальном мире увидеть а уж пьесы они еще куда-то дальше сторону уводят понимаете недаром его оценили дадаисты вот те которые тюрьевские они и у них был альбом к ленге его там декламировали наряду с этими другими царо и так далее ну вот они чувствуют что это вот в их сторону тоже есть это и соответственно тут то же самое только через ходу ну через тексты то есть это можно сказать что другая друг как другой спектр его просто ну другая грань как художника мне кажется что у него и мотивы и темы несколько другие и еще более другие они в драмах я это имею ввиду соответственно есть что то что конечно же развивает те же самые ну тоже самые стратегии формообразования а есть что-то и другое и в этом отношении мне кажется он ярок и такой зверючий в том смысле что он вот он действительно литературный работник они ну понятно они описатель того что в картинах тем более что описывать то что в картинах он категорически отказывался в моей книге я решил что чтобы люди не не бегали за двухтомниками я поместил самые ключевые тексты приложения то есть сводный текст книги ступени автобиографической на дело в том что сначала был немецкий вариант более откровенный а в том числе по части там снов пережитых по части того что он вырос полу немцем то что воспитывала из оздейских немок вот и соответственно с русским который в 2018 году напечатаны там уже про кучера про немецкие корни так подстрижено вот описание им самим его картин и кельнская лекция которая что шедевр самообъяснения очень краткий какие еще вопросы возникли если вдруг вы удивляетесь что это сам если кто-то случайно знает что я занимаюсь еще лет 20 25 истории садового искусства так не сомневайтесь это я я и есть вчера буквально закрыл трехдневную конференцию в рггу и царицын по истории пейзажного парка и считать что я стараюсь быть разнообразным как кандинский приглашаю всех кому это может быть интересно царицына уже месяц работает выставка она будет работать до 16 июля под названием садовый спектакль искусство пейзажного парка в европе и россии это очень важная для темы выставка там 350 вещей 12 залов но естественно я думаю кандинский в не очень не разозлился что я вот на это переключился он сам переключался на другая история да да где вы преподаете что а где преподаю я уже 20 лет работаю в рггу на факультете истории искусства соответственно я преподаю среди прочих курсов историю ландшафтного искусства и до последнего времени преподавал историю русского искусства 20 века но если вы всю правду хотите сказать на факультете была без консультации с его сотрудниками основана отдельная кафедра русского искусства и с сентября прошедшего года я этот курс пока не читаю вот на так не знаю лет 25 назад и заинтересовался таким странным обстоятельств и есть садовое искусство истории его нету за рубежом полно всяких садов а люди знают максимум три-четыре ну такое дело и вообще по моему очень скучно всю жизнь заниматься чем-то одной единственной темой безумно скучно я думаю кандинским со мной согласился какие еще вопросы возникли здравствуйте скажите пожалуйста вот в инхоке он занимался созданием синтетического искусства соединения танца поэзии живописи и так далее известно ли что именно он делал там то есть его оттуда как бы попросили уйти или он сам ушел но что он сделал там ну к сожалению конкретных перипетий этих не очень разбираюсь читал не очень много и что-то подзабыл но общая идея какая институт художественной культуры это существенно говоря прототип того чем будет потом гахан государственной академии художественных наук то есть он пытался всех свести так же как он когда-то знаете он писал францу марку что в первый вот выпуск синие всадников не успеем но во втором выпуске а он считал что мы же ежегодный хорошо бы чтобы был булгаков написал статью об экономике церковную церковь церковном смысле этого слова какой булгаков сергей николаевич булгаков он его дружок был по университету и даже свойственник понимаете вот это соединение несоединило это кандинский соответственно у него была пара музыковедов у него были философы у него были ну прямо искусствоведов по-моему не было в инхуке и были практикующие художники а художники почти исключительно юные молодые ну будущий групп ну она там и сформировалась группа ротченко и степановой ну вот и получается что на он пытался обсуждать вот такие вот тонкие материи и привлекать к этому практику материи на тему синтеза всех искусств каких-то синтетических форм от недаром даже придумал довольно странную затею что строить здание всех искусств и назвать его великой утопией должен сказать что текст его этого времени довольно страшно читать они какие-то жалкие беспомощные он он уговаривает себя и других что можно достичь можно он видимо чувствует что все надломлено и в общем в итоге так и вышло что эти вот мистики на ищут духовного как там ротченко иронически говорил да а эти требуют чтобы занимались конкретным вопросом вещественного нового искусства то есть в итоге синтеза не получилась к великому сожалению но осталось сказать память но то что в его скажем в этом институте начиналось потихонечку перетекло офисов оформилась в более мирной форме там же не было художников да вот гахня я считаю что гахня это величайший ренессанс российского научно-художественного творчества великое счастье что у нас были двадцатые годы когда не только хуже все становилось но что-то ярко лучше искусствоведение советское все самое лучшее оттуда искусствоведы такие как ну даже алпатов и и габричевский вот и вот это что-то вроде вот такой пробы довольно робкой довольно скромные неуклюжий потому что уж слишком пестрый состав все это было на какие-то медные деньги они реально ничего не делали смысле что поставить спектакль это смешно это это было какой-то ну и за собирались в комнатке при нарком просе но он пытался как говорится он старался такого так я это понимаю а так есть конечно истории есть про то если вы хотите почувствовать и почитайте именно вот эти тексты да то особенно то что скандинский писал программы то статейки они очень странные они даже пугающие тем что он просит как будто у небес да у людей чтобы они стали какими-то добрыми умными талантливыми дружили они хотят должен сказать что для меня жизнь гаднинскую это непрерывная трагедия из которой он мужественно делает ну как бы сказать красивую элегантную жизнь и искусство потому что с людьми его при его чувствительности и вот этому топическом импульсе всегда ждали разочарований единственный человек который был его великим духовным другом был убит под верденом это франц марк вот понимаете призываю кстати считать что это такая грубая пропаганда издан по-немецки замечательный томик переписки кандинского и франца марка я считаю я уверен я просто не в силах сам взяться нужно перевести издать по-русски если кто-нибудь взялся ну чувствующие знающий немецкий язык не за чем могу помогу и все такое это было бы очень здорово это было бы огромное превращение к нашей культуре я ответил наш вопрос вы не скажете а вот мессианские его идеи был какой-то положительный идеал вот у него как объединить вот как он видела объединение будущее вот что он видел я в вашей книге прочитал что там была какая-то идея арийской европы пролетарской ну что-то такое вот вы знаете мне вспоминается письма пления младшего в одном из них он пишет что вот какого-то хорошего человека назначили на какой-то важный пост но наверное он долго не задержится потому что значит доброго человека удерживают всякие предрассудки а злой силен по природе своей конечно кандинский именно в этом прикоснодушии очень слаб и всегда терпит какую-то неудачу он пытается со всеми дружить всех привлекать во всех хорошее искать и это арийство это вот типичнейший случай в бурные самые предвоенные годы поможет был в четырнадцатом или тринадцатом году на приехал в мюнхен какой-то тип я бы сказал молодой такой мордатый парень фамилии метринович а забыл какой югославянской значит республики ну формально на искусствоведу учиться на самом деле вот как бы сказать организовывать какое-то неслыханное человечество новое и кандинский поверил что в этом что-то хорошее есть он пишет маркух его досаде на что мы пока отложим синий всадник он все мечтает следующий выпуск потому что вот этот европа альманах это важнее потому потому то понимаете то есть он 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 верит во всех том числе вот в этого ну довольно диковатого полупроходимца а не то чтобы он арийскими идеями увлекается получается так то есть он за все хорошее а все хорошее слишком абстрактно поэтому ничего хорошего все хорошего он не создал кроме прекрасной репутации что кандинский это очень духовный человек часто непонятно чего говорящий совершенно кристально чистый чудное не приспособленных жизни хотя приспособлено продавал свои картины и хорошо продавал и хорошо таскать умелся вот такого дела понимаете вот образ такой у простых людей такой мне вспоминаются совершенно прелестные воспоминания филолога шимшурина они лежат в отделе рукописи в на ленинке я там все что интересно переписал значит в виде цитат он во время революции интересовался такие художники авангардные кандинским тоже значит общался и вот он пишет что конец себя был подтянутый такой энтузиаст вот говорил об искусстве о духовном вот на его не понимал и говорит писал он наговорил он все просто и все на месте ставила подлежащие сказуемое но я ничего не мог понять вот понимаете то есть он такие сложные плел наверное это интеллигентские слова что что он такое говорит красиво на непонятно вот он такой немножко дон кихот что вы еще хотели бы знаете кандинского но боялись просить вы знаете наверно мой вопрос немного контрастно прозвучит вот я с удовольствием посмотрела я я тут под лампой сижу вот с удовольствием посмотрела спектакль вот этот желтый звук и мне просто пришло в голову вас спросить как вы думаете если сделать этот спектакль популярно в россии в москве в частности какая будет основная аудитория потому что это произведение сложное и требует определенной подготовки достаточно глубокой и если говорить о каком-то таком массовом моменте каким должен быть зритель вот с вашей точки зрения спасибо я думаю сами понимаете что популярным это драматическое искусство быть не только не можно и не должно это для тех кто пытается выйти на грань вот этой вот как бы сказать на грань которой высший смысл переходит бессмысленно потому что ведь вся история вся его и теории поиски в искусстве заключается в том чтобы так сильно растворить содержательную форму чтобы она была уже почти один растворитель но она была бы то есть такой тонкий раствор что вот он прямо косвете души в душу да но но еще не пустота еще не растворитель соответственно и здесь вот эти переливы плюс мучительная состав составляющая гротесная дисгармоничная да они очень сложные и это это ну получается какая-то комната для медитации это на 100 человек хорошо подготовленных почитавших которые желают вот так сказать такого духовного опыта получается как-то так что такого-то сеанса хотят вот это пожалуй был бы ну какой-то смысл правда я боюсь что как бы не возникло сектантство как у рериха да это тоже наверно кандинскому было бы лишнее мне неправильно рассуждаем в то время как автор и а в отличие от текстов от стихотворения в прозе кандинского на которых я настаиваю я считаю что их многие должны знать и многим я думаю они что-то ценное и хорошее скажут не согласно мне так кажется я считаю что существует реальный выдающийся русский поэт экспериментатор между символизмом авангардом я бы сказал раннего авангарда василий кандинский вот что еще спросить еще что-нибудь скажите еще что-нибудь быть не жалеет что пришли ну хорошо ну да ну понимаете кандинский он полностью как бы сказать в эстетике авангарда в одесские годы но это тогда он десятом году сразу резко начал писать всякие статьи статьи и вот уже с готовки книжек он как бы решился вот и в одном тексте у него написано что поскольку мы ищем новое искусство ищет красоту завтрашнего дня то какой будет эта гармония неизвестно и завтрашняя красота может показаться сегодня уродством так вот по поводу какой-то выставки по моему салона из депского рецензент в одесской газете говорит что вот кандинский говорит что завтрашняя красота может показаться уродством вот такого рода завтрашней красоты слишком много в последней картинах кандинского но это вот именно тот случай когда как бы сказать или ты пытаешься войти в эту сложную и в этот сложный эксперимент он же ну если мы его доверяем по моему можно доверять виду что это не 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 фальшивка да что он старается что он тоже мучается или или нет и тогда естественно может смеяться я вам скажу что я был в чудовищном шоке когда однажды на конференции уж не помню про что она была ехидный такой вот въедливый искусствовед анатолий анатолий стригалев рассказал что процитировал что корреспондент по моему киевского листка какой-то киевской газеты в 1913 12 году написал по поводу салона в париже может даже раньше что вот то есть тут печально знаменитый русский а также пресловутый кандинский вот который уже полностью разложился и достиг окончательной стадии животности никто это спрашивается был рецензент анатолий васильевич луначарский и стригалев из этого сделал на мой взгляд вполне резонный вывод что ведь луначарский же получил от ленина выволочку за футуризм да что вот хорошая нас молодежь на чему и учат после того как все его стали говорить что футуризм это здорово нас владимир еще же научим вот и я думаю что то есть не думаю стригалев сказал что по его мнению но это что луначарский с удовольствием подписал командировку чтобы только поменьше этого было то что ведь выехать из советского союза знаете не каждому сотому удавалось а тут вот так легко ведь кандинский ехал не удрал с выставкой какой-нибудь да он поехал в командировку налаживать связи и соответственно более-менее официально получил разрешение работы в баухаузе допаму 26 года он считался командировки потом отовсюду вычеркнули записали у меня гранты такое дело ну что же я понял чтобы из вежливости сидите выжидающие меня смотрите на не знаю что спеть еще какое стихотворение его прочитать или лучше не надо а давайте я прочитаю если у меня должен альбом я выберу какое-нибудь такое вот чтобы до концовки было подходящим может быть это может быть это стихотворение существует только в немецком варианте я его перевел корень быстрые маленькие пауки бегали возле моей руки маленькие проворные пауки мои глаза были отброшены твоими зрачками назад помнит ли он еще дерево береза свет вечерней звезды появляется в назначенный час ты знаешь когда дерево что я видел он не знает дерево растет в своем росте час от часу а пламя уничтожает сухую листву сухую листву колокол пытается пробить в воздухе дыры и не может он вечно пойман он может вспомнить дерево дерево дрожащие снизу от корня до верха до листвы о самые верхние листы он еще помнит дерево береза спасибо за внимание и скандинским никакого хэппи-энда никогда не будет он не такой до продолжения до новых встреч спасибо 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 Продолжение следует...